Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада приветствовать вас на своем таро-терапевтическом канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Ну что, мы сейчас приступим с вами к общему просмотру под названием «Какая мысль о вас сводит его с ума?». Если вы готовы, можете поставить на паузу сейчас данное видео, поставить сразу лайк. Ну и пусть эта энергия благодарности не просто помогает развитию моего канала, но и сослужит для вас в первую очередь самую добрую, но и лучшую службу, пользу. Ну что, готово? Давайте приступать. Поговорите о вашем партнере. Это может быть новое знакомство, это может быть не новое знакомство. Здесь абсолютно все категории подходят. Временные. Только единственное, что если вы не разошлись лет 10 назад, да? Значит, давайте так. Сначала, что между вами вообще, что за мужчина, что из себя представляет его к вам интерес, да? Если совпадает, то вообще хорошо. То есть сначала такая предварительная небольшая диагностика. Вот смотрите, у вас показывают изначально прекрасные могут сложиться отношения. Но может быть они уже и есть. Наполненные эмоциями, любовью. У кого-то даже срезонируют так, что здесь могла бы быть очень хорошая, милая, приятная семья. Со страстью, с желанием. Конечно же, не без пресирок. И тем не менее, здесь все ярко, солнечно и позитивно. Но вы видите прекрасно, что в любых отношениях есть какие-то переживания, недомовки и недопонимания. Возможно, даже страхи. Есть пресыщения, мы видим, да? Ну, что-то может пойти немножко по-другому сценарию, нежели было изначально. Вот здесь изначально показывают вообще все прям наипрекраснейшим образом. Даже если вы не семья, нам здесь показывают эмоции, энергию, атмосферу. Просто супер. И особых-то у вас претензий друг к другу нет. И особых каких-то дележек и непонимания, ссор особых здесь просто не видно. Но здесь есть момент каких-то переживаний. А вот закрывают, почему я хотела проверить, да? Ну, тут нет стабильности. И очень похоже на то, что вы сомневаетесь. Может быть, сейчас страсть поутихла или как-то в эмоциях что-то не то. Ну, хорошо, информацию закрыли. Вокруг да около ходить не будем. Будем смотреть то, что нам показывают. Давайте посмотрим мужчину по отношению к вам. Как он вообще сейчас? Что-то в его мире, то, что связано с вами, сейчас не сходится. Не сходится картиночка. Картиночка расползается на мелкие кусочки. Разлазится просто. Нужно собирать. Вы знаете, вы для него как счастливый случай по сути. Но он сейчас не уверен либо в своих чувствах, что-то с ним не то. Либо он так эмоционально переживает. Может быть, он о вас переживает. Вы знаете, либо здесь у вас конфликт. Либо, может быть, он ревнует. Или же что-то пошло действительно очень плохо. Здесь как идти с протянутой рукой. И в чувствах может быть застой. И в финансах тут по стабильности плохо. Но, тем не менее, мужчина вас рассматривает как серьезный в своей жизни этап, жизненный этап с вами. И он готов, в принципе, перейти на новый уровень. Это и примирение. Это как бы сложно ни было, да, все-таки надеяться пережить с вами сложные и тяжелые моменты. И дальше уже будет все вообще хорошо и прекрасно, да. Может быть, это какие-то временные моменты, когда все становится с ног на голову. Да, вы видите. Вы по отношению к этому мужчине, что сейчас у вас. А вы почему-то тащите все сама. Чувства ваши. Вы знаете, как разбиты. Как счастье утекает. Страхов много. Много страха. Дела не делаются. Ждете чего-то большего и лучшего. Девочки, а тут многие из вас, как бы, знаете, уже готовы просто в новую дорогу, в новый путь уйти, уехать. Там, где есть перспективы. Что-то случилось. Напишите в комментариях, почему показывают, что все было хорошо. А потом вот из-за какой-то ерунды, может быть, даже у вас сложное что-то, может быть, из-за него мужчина просто закрылся без объяснения причин. Но он-то готов, а вы уже уставшая, вы не верите в счастье, в радость, не чувствуете ее, не чувствуете шагов от мужчины. Вас съедают страхи. Может быть, здесь было что-то с изменой связано. Ну, в общем, напишите, что, вот как резонирует эта информация с вами. Вам бы хотелось каких-то перемен, более конкретных перспектив, четких и ясных. А кто-то уже из этих отношений либо ушел, либо вы уже на чемоданах сидите, дорогие. Но так, знаете, а все-таки какая мысль о вас сводит мужчину с ума? Одно другому не мешает, истории у вас разные. Во-первых, он видит себя в вас. Он с вами такой, какой он есть. Это раз. Дальше. Ох, ему нравится ваша наивность, ваше воображение, ваши перспективы. Всегда вы что-то ищете, вы желаете. Ваша жизнь, ваш неуемный оптимизм какой-то и ваши сомнения даже ему нравятся. Ему нравится, что у вас 7 пятниц на неделе. Что вы придумщица. И вы иногда витаете в облаках. Вы не такая, как он. Он больше с конкретикой все-таки. Если сейчас он не конкретный, то мы не знаем, причины могут быть разные. Вообще человек конкретный, думающий, авторитарный. Вы же очень такая воздушная, эмоциональная, всегда на придумках на каких-то, на желаниях, да, и что-то надо. Вот это надо сделать, это надо сделать. А может быть вот это. Или хочу. То, все, пятое, десятое. Вот ему это почему-то безумно нравится вас. Что еще сводит мужчину с ума? Знаете, то, что вы не готовы к тяжелым переменам все-таки. Вот, скорее всего, здесь вы просчитаете. Вы высчитаете, когда нужно сделать шаги, перемену к другим берегам, переезды какие-то. В глобальных вопросах вы очень рачительная, разумная. И как бы тяжело ни было, вы будете держаться, будете поддерживать вашего мужчину. Возможно, вы стоик. И знаете, его даже может сводить с ума то, что вы не можете вместе быть часто. Или то, что здесь дорога, и надо как-то расстояние. Вот здесь с этим как-то решать, да. У кого-то расстояние является причиной сложных обстоятельств, да, причиной негатива, может быть, даже не столь позитива. Да, ну, оптимизм, он понятен, но что-то расстраивает человека. Но вот эта мысль сводит с ума даже, может быть, безотносительно вас. Что действительно не может очень часто встречаться. Может быть, вот началось из-за этого даже, да, какое-то охлаждение или недопонимание, или уход мужчины в себя. Может, решает эти вопросы. Ну да, вот здесь, смотрите, королева копковая, перевернутая. То есть вот тут капризы могут начаться, либо даже расстройства, переживания, печали. Вы нервничаете. Он это понимает, он нервничает. Что еще его сводит с ума, когда он думает о вас? Во-первых, эмоции. Эмоции, эмоции, эмоции. Вот здесь он может влюбиться в вас, как в школьниках, как будто бы он молодой совсем. Мальчик. Мальчишка юный. Первая влюбленность такая. Эмоции. Они то есть, то их нет, но они так его волнуют, как будто бы это в первый раз. Как будто он себя чувствует очень неуверенно. Это его сводит с ума. И так же, что здесь кармическая развязочка. Как вот он к вам, так ему, в принципе, быстро отдаётся. Естественно, он понимает, что он понимает, он должен это понимать, что вы к нему не просто так спустились. Пришли по запросу по какому-то, пришли для чего-то. Для уроков да на нему. Для уроков ли вы ему дано. Для развития себя, своих дипломатических качеств. Или для того, чтобы жениться на вас и потом разойтись. А потом, может быть, ещё будет второй шанс. В общем, здесь его сводит с ума практически по его собственному предназначению. То, что он не всегда знает, как быть. И чувствует, что если шаг влево, шаг вправо, то точно не сдобровать к такому сильному, азартному, но в то же время спокойному мужчине. Он азартен на интеллект. Когда он что-то себе надумает, он может очень быстро начать действовать, либо воплощать свои идеи в жизнь. И вот ему нужно такую стратегию построить в отношении вас, что это его просто сводит с ума. А что ещё? Давайте сейчас заменим колоду. Сейчас ещё посмотрим, что ещё сводит его у вас с ума. То, что вы нерочительная, кстати, не всегда заботливая, не всегда сидите на месте. И то, что ситуация зависшая, реально, вот это ему очень не нравится. А что же ему нравится? Что в хорошем смысле сводит его с ума? Но то, что вы всё-таки мягкая и женственная, вы не авторитарны, вы не жгучая, не топающая ногой по мужскому типу. И вы, родственная душа, вам можно доверить. Вот от вас он подвоха не ждёт. Он не ждёт от вас подвоха. А что же его ещё сводит с ума, когда он думает о вас? Давайте сейчас мы спросим муторонослаждение, чувственно-эмоциональную сферу ещё проверим. Что его здесь? Что по сердечной чакре сводит его с ума, когда он думает о вас? Ну и по нижней чакре, соответственно, тоже. Здесь он видит хорошие перспективы, ему нравится с вами всё, что связано с нижней чакрой. И вот он, даже благодаря этому, он понимает, что он вас как-то связать особо не может. Вы сами по себе. Такая, вы с характером. Он готов к примирению. Он всё равно где-то в своём подсознании видит, что вы можете быть прекрасной семьёй, прекрасной парой. У вас может быть отличнейший союз, но вам очень многое нужно выдержать вместе. Именно выдержать, пройти, проработать. Ну, пожалуйста, вы здесь, прямо здесь почувствуем всё, что касается сердечной чакры и нижней чакры. Пожалуйста, крыльево-чаш. Вы его принимаете таким, какой он есть. Он может расслабиться в ваших объятиях, может вам поведать о своём, о чём-то. Но, видите, вот не всегда. Сейчас он более закрыт. А вообще, по сути, когда у вас всё хорошо, здесь человек у вас просто растворяется, его это сводит с ума. Вот как бы то ни было, даже безденежья или какие-то проблемы, вы всё равно смотрите в одну сторону. Он, это просто обожает вас, да, это его всегда поддерживает. И вы готовы к развитию отношений, или вы вместе готовы идти в бой, что говорится. С этим человеком вы можете пойти в разведку, он может пойти с вами. Вот он вас такой видит. И ещё. Знаете, здесь, конечно же, сыграет роль. И для тех, кто смотрит, вот сейчас у кого треугольники и всякие разные другие геометрические фигуры, то, что он не может себя проявить, это тоже его сводит с ума, то, что он не может взять ответственность за вас и за ваши отношения, и не может сделать выбор. Но мужчина влюблён, и он, вот здесь именно если треугольники, он вас мониторит. Он вас мониторит в любом и другом случае, да, если даже у вас нет треугольников. Но здесь речь идёт о том, что ему надо собраться, взять себя в руки и начать принимать решения. Поэтому принять решение в пользу любви. Если он вас действительно любит, ему нужно это понять. А пока он подглядывает и ревнует, он думает, что вы можете быть уже с другим и бежать куда-то, хотя он вам полностью доверяет и от вас подвоха не ждёт. Но доверяй и проверяй, как говорится. Или же доверяй, но проверяй. Ну вот так, дорогие мои, вам совет, рекомендация от Таро Наслаждений. Берите быка за рога, но мягко, нежно, обаятельно. Кармические мужчины, кармические уроки проходите. И ваша мудрость вам в помощь, вам в поддержку. Ну что, я надеюсь, что вы подписались на мой канал, поставили лайки. И напишите комментарии, как и что у вас там происходит. Благодарю вас за ваши благодарности, за ваши комментарии, девочки, за ваши донаты, любые суммы, которые вы отправляете. Как-то хочу сделать прям по именам, но, к сожалению, не всех видно. И есть девочки, которые по нескольку раз благодарят меня за мой скромный труд. Отправляю вам лучики света, и пусть ваши денежные потоки только приумножаются, расширяются, и пусть всё будет только во благо. Дорогие, взаимности вам. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok